Артхо и Артхо. Эх, сколько же было вылета негатива со стороны всего комьюнити Рублокса. Вместо того, чтобы выразить фидбэк Рублоксу, указать нормальные причины, почему нам подобное не нужно, но вместо этого просто все как стадо говорили, ну это дерьмище, выглядит плохо, и вообще это не классика. Лучше квадратные аватары, чем вот эти ваши новые аватары, бла-бла-бла. Короче, как всегда псевдо-нытьё. Ну а алтфаги, точнее псевдо-алтфаги, как всегда разныли, Сууу, Рублокс, Талпараши, фу, реалистичные аватары. Хотя это и близко нереалистичные аватары были. Вообще мы сегодня поговорим не только про аватары, но и про плейсы, которые заявлены по реалистичным меркам, ну и просто про сам реализм в Рублоксе поговорим. Давайте вернемся к нашим аватарам Антхо или же Артхо. Что с ними не так, и почему Рублокс постоянно их пытается везде продвинуть или пихнуть нам насильно? Будь то реклама, будь то ивенты и так далее. Начнем с внешнего вида, а именно с самой первой демонстрации аватара Антхо. Да и кстати Артхо, это тот же Антхо, только другое название. Что мы видим? В целом довольно неплохо выглядит, исключая лица. Да, прям нету какой-то текстурки на них, как сейчас, а только сами цвета. Но в целом неплохо выглядит, если сравнивать с нынешними. В целом критика обусловлена простым непринятием чего-то нового. Поэтому когда слили в сеть Антхо, многие сразу же начали негодовать. А некоторые вообще писали, что уйдут из Рублокса, если это убожество добавят. Что ж, Рублокс не в первый раз с таким сталкивается. То же самое было и в 2010 году, когда выпустили бандл Рублоксиан 2.0. Тогда Рублокс также столкнулся с хейтом со стороны Алдов. Якобы, фу, уход от классики и прочего такое говно. Короче, опять же тоже нытье. А что же нынешнее Артхо? Их сложно назвать реалистичными. Максимум это Артхо, Лил Насса, Давид Гуета от нового и Кейсая. Это более-менее единственные, которые хоть как-то показывают реальное лицо артистов. И то все равно это убого. Это, кстати, связано с движком Рублокса. И где сами, возможно, Рублокс делают эти все аватары. Потому что они все очень далеки от реальных лиц все-таки. Сами тела и их движения не назовешь реалистичными. Даже и близко. Ибо тела все разные. Как будто из мультиков каких-то. А движение типа бега так вообще оставляет желать лучшего. Короче, в целом, если так оценивать аватары, то сойдет, наверное. Неплохо и нехорошо. Да, бывают действительно убого сделанные Артхо. Но по большей части все выглядит более-менее, наверное. Собственно, думаю, суть вы поняли. Но почему же Рублокс постоянно Артхо или Антру? На самом деле, очень сложно выглядеть название. Вот это тупое. Прямо придумали максимального бога, который нельзя произнести. Короче, почему же Рублокс пихает их постоянно везти и просто навязывает нам их использовать? Для тех, кто не знает. Недавно, еще в октябре 2020 года, компания ожидала оценки всего 8 миллиардов. Но после последнего раунда инвестиций на 520 миллионов долларов, оценка возросла до 30 миллиардов. Тогда же компания решила выйти на биржу через прямой листинг, а не IPO. Игровая компания Рублокса провела прямой листинг акции 10 марта 2021 года. И сейчас из-за того, что в принципе инвесторов стало больше и они сильно заинтересованы в Рублоксе, они хотят больше вложиться в проект. Но для этого Рублоксу стоит походить и сделать в принципе платформу более реалистичной. Завести реализм в аватарах, сделать 3D одежду, точнее уже сделали на самом-то деле. Короче, больше быть как современные игровые компании. Раньше Рублокс тоже зависел от инвесторов, но сейчас Рублокс огромный, обширный, на нем можно проектировать целые огромные проекты, на нем можно зарабатывать, хоть и при налоге в 75% дохода, который забирает сам Рублокс у разработчиков. Короче, вы поняли суть инвестора и деньги. Рублокс далеко уже не известная платформа, а действительно уже известная и востребованная. И тем более, команда Рублокса больше не состоит из десяток людей. Короче, да, это типично для многих игровых компаний, иначе если бы Рублокс застрял в том же обличии, как и тогда, в 2010 году, или раньше, то Рублокс мало кто бы знал. Мало кто бы вкладывался в это, короче, Рублокс явно был бы бедный и непопулярный. А что насчет якобы реалистичных плейсов? Один зритель мне сказал, что есть такой крутой плейс, как Deadline, типа реалистичная стрельба и прочее. Поиграв, я понял, что да, попахивает реалистичностью, но вот только сам плейс скучный. Туда-сюда бегаешь долго, точки до точки, куча всякого ненужного управления, в меню куча всякого, что не сразу понимаешь, что куда. А также, что меня немного подбесило, это кастомизация оружия. Да, она разнообразная, но такая тупая. Поставил что-то не то, то всё, сетап оружия сломан. Приходится искать, что не так. В итоге, это либо неправильный приклад, либо ствол, либо прицел. Короче, не очень прям прикольно, весело. А стрельба? Да, она крутая. Ты действительно, ну вроде как, ощущаешь оружие. Но так всё долго, перезарядка, пока наведёшься, и ещё немного хромает дальность дистанции. То есть, ну ты даже противников не увидишь, пока не прицелишься. И потом ты уже увидишь врагов, и то очень мелких. Ибо, ну, дистанция, понятное дело. А про урон я вообще молчу. Один выстрел, и ты труп. Это лично у меня такое часто бывало. Не знаю, как у других, но мои тиммейты часто отлетали с одной пули. Типа, вау, смотрите, я бегу от точки до точки, долго, супердолго, пока нацелюсь, пока это... И меня убивает за один выстрел. Вау, как же весело. Ммм, короче, жесть. По сути, как такой реалистичности в Рублоксе нету. Будь то графика, будь то плейсы. Да, если набрать в поиске реалистик, и ты увидишь кучу плейсов. Только это приписка для дурачков. Есть только один плейс, как по мне, который более-менее реалистичный. Важно, по графике именно. Это фотореализм. Несмотря на свое название, выглядит хорошо, но не супер. Это заметно, если посмотреть на текстуры и на блестящие модели, которые создают якобы реалистичную графику. А так, в целом, плейс не особо реалистичный в графике. Частично тут вина самого движка Рублокса, который просто устаревший. И чтобы сделать крутую графику, зачастую требуется много времени. Каких-то еще плагинов. А потом выходит, что плейс с такой графикой вообще не оптимизирован. По двум причинам. Вина разработчиков, либо вина самого движка Рублокса. Вернемся, собственно, к теме инвесторов и денег. Как ни странно, но Рублоксу нужно как-то притягивать новую аудиторию. И завлекать инвесторов, естественно. И как не лучшее решение сделать реалистичную графику. Но, к сожалению, все оборачивается провалом. Точнее, просто это невозможно. Движок Рублокса старый. Не просто вот как-то изменить графику и просто как-то изменить движок. Уже, как по мне, не получится. Если уж и создавать новую графику, то на новом движке. Как тот же Source 2. Но Рублокс этого не делает. По простым причинам. Затратно и фактически бесполезно. Рублокс в принципе никогда не стремился к реалистичной графике. Даже хоть ради инвесторов. Все равно это тупо на данный момент невозможно. Но, несмотря на движок, графика может лучше выглядеть за счет света. Как он отображает тень и просто делает лучше картинку. Вот бейсплейт новый, а вот старый. Разница есть. Да и текстурка немного другая. Но суть играет именно технология освещения. Или вот. Обычная модель леса. Поменяем на другую технологию. Разница также заметна. Так что, по сути, мы можем сделать графику лучше, то только за счет света. Текстуры вот обещали нам завести новые. Их пока что еще нету. И думаю, не будет еще долго. Вообще, еще главная причина, почему нету реалистичной графики в Рублоксе, это мощность платформ. Будь то ПК, будь то телефоны, или вовсе консоли. В частности, многие игроки Рублокса играют на телефонах и не самых мощных. То же самое с ПК. Не все имеют крутые компы, и тем более ноутбуки. Поэтому у нас, по сути, и нету крутой графики. Так все-таки, зачем Рублоксу нужен реализм? Чтобы двигаться вперед логично, вместе с другими компаниями, хотя спорно. Рублоксу лучше не стоит двигаться вместе с другими компаниями. Пусть Рублокс сам прокладывает себе путь. А вообще, реализм и реалистичность это разные понятия. Важно понимать, что реализм и реалистичность это две разные вещи. Когда мы говорим реалистичная игра, то подразумеваем, что в ней есть детали, которые выглядели бы в нашей жизни точно так же, или могли бы в ней существовать. А реализм это когда в один момент выключаете игру со словами «Нет уж, спасибо, если бы я хотел устать, я бы сделал это в реальности». Типа как в той же игре Арма 3, где можно увидеть реалии настоящего военного боя, где вам нужно сначала полчаса высиживаться и ехать до точки аберрации, а потом еще столько же ползти по земле, чтобы умереть от одной пули снайпера. Короче, понятия разные для этих терминов. Кто-то считает, что реализм наоборот это графика, а реалистичность это действие как в реальной жизни. Короче, пока что Рублоксу не нужен реализм на данный именно момент. А вот разработчикам-плейсам... возможно. Пока что еще нет ни одного реализма в плейсах, реалистичность это только графика, и то слабая. Короче, если хотите почитать о всей этой залупе реалистичности и реализма, то ссылки на статьи или же посты в описании. Короче, Рублоксу на данный момент особо не нужен реализм, как реалистичность. Аватары близко не похожи вообще хоть на что-то, а лица вообще оставляют желать лучшего. Выпученные глаза, кожа странная. Короче, в Рублоксе пока такие вещи реализовать сложно, учитывая старый движок. А на этом все. Думаю, никому эта тема не особо была интересна, а тем более понятна. Так что всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok